У Юлии Симонова и трое детей, которые учатся в 7, 8 и 9 классах. Несмотря на то, что год только начался, ребята уже вынуждены учиться в дистанционном формате. По данным правительства, на этот раз дистанционка связана с осенней вспышкой ОРВИ. Новость Юлия, как мать, встретила с негодованием. По опыту прошлого года в таком формате женщина обнаружила больше минусов, чем плюсов. Я все равно против дистанционного обучения, потому что у нас с тремя детьми это тяжело. Во-первых, нужно раздельные комнаты каждому, потому что двое учатся в одну смену. Дома у нас один ноутбук, это мой рабочий ноутбук. Дети еще социализируются, учатся общаться между собой и сидеть на дистанции. Это, мне кажется, довольно-таки не очень хорошо. Дистанционное обучение продлится до 6 октября для учеников с 5 по 10 классы. Остальные будут осваивать учебный материал в классическом варианте. Это касается учреждений дополнительного образования. Я еще раз повторю, только города Оренбурга, всех колледжей, расположенных на территории города Оренбурга, всех учреждений подведомственных, как здравоохранению, как министерству культуры, министерству образования и министерству спорта. Все-таки наша основная задача разобщить детей максимально и снизить уровень заболеваемости, который сейчас наблюдают наши медики. Скорее всего, с пониманием, хотя надоело, как бы устали, и все-таки расслабляет. Дистанционное обучение не так плохо, но лучше в школу ходить лучше. Одноклассников в виде гулять, потому что дистанционное обучение затягивает и сложнее, чем с учебниками и тетрадями учиться. Очень плохо вот такое обучение. Они должны общаться между собой и заниматься условиями, вот именно школой, а не дома, где лежа, где полулежа, где сидя. Без проблем. Если ребенок хочет учиться, то он будет учиться при любых обстоятельствах. Значит, никакие ковиды здесь не имеют никакого отношения. Это будет сейчас раскручиваться, потому что им нужна вакцинация детей. Я не сомневаюсь, что после выборов вот этого в Государственную дому будут приняты изменения в закон образования о том, что пойдет деление на учеников вакцинированных и не вакцинированных. Те, которые вакцинированы, будут ходить, им будут разрешать ходить в школу, а все остальные будут сидеть дома. В Минздраве стоит вопрос и о переводе на дистанционное обучение школьников Бузулука. Там растет заболеваемость не только ОРВИ, но и коронавирусом. В социальных сетях многие оренбушцы обратили внимание на то, что дистант вводят буквально на следующий день после выборов. Они полагают, что ситуация была аналогичной и ранее. Однако никто не бил тревогу, чтобы политическое событие прошло в штатном режиме.